Борьба с наркобизнесом в России набирает обороты. Все чаще силовики рапортуют о задержании крупных партий запрещенных веществ. Цифры колоссальные. 400 килограммов кокаина планировали перевезти из Аргентины. Внутри страны в ходе массового рейда изъято почти 350 килограммов синтетических наркотиков. Часть из них должны были доставить на территорию Ивановской области. Эти кадры сняли оперативники во время штурма частного дома в Московской области. Подозреваемые здесь занимались изготовлением наркотиков в особо крупных размерах. Один из задержанных – 18-летний Ивановец. По данным силовиков, крупная группировка занималась распространением и сбытом синтетических наркотиков по всей стране. Общались наркоторговцы между собой и с потребителями в сети интернет. С целью сбыта наркотиков организаторами были сформированы ячейки группировки в регионах Российской Федерации. Налажена логистическая цепочка, включающая в себя доставку особо крупных партий наркотических средств в оборудованных тайниками автомашинах. При этом расчеты с клиентами осуществлялись с использованием криптовалют. Ситуация с наркотрафиком в последние годы сильно изменилась. Во-первых, все большую популярность набирают дешевые синтетические стимуляторы – спайсы и соли. Они вытесняют опиоидные наркотики, такие как героин. Во-вторых, заказ и оплата происходят через интернет. Дилер делает в условленном месте тайник-закладку, заменяя таким образом личную встречу. В основном это лесополоса, пригород Иваново. Всевозможные участки местности, заброшенные за строения, гаражные кооперативы. За прошлый год ивановские оперативники изъяли около 38 килограммов запрещенных веществ. Около 30 из них синтетического происхождения. Бороться с наркоторговцами становится все сложнее из-за развития информационных технологий. Почти все общение с потребителями происходит по защищенным каналам связи. Есть определенные методы у нас работы, которые мы успешно внедряем. Что-то применяем новое, в рамках имеющегося законодательства, какие-то новые методы. Путем проб и ошибок получается результат, потому что зачастую мы с каменными топорами пытаемся победить нанотехнологии. Ужасающие последствия от употребления психостимуляторов ежедневно наблюдают в наркодиспансере. На учете там без малого 3000 человек. В последние годы специалисты все чаще фиксируют случаи отравления синтетическими наркотиками. Вред организму они наносят куда более сильные, нежели органические вещества. Соли – это следующее поколение, и это еще страшнее. Разрушения наступают крайне быстро, то есть это считанные разы потребления. И самое страшное, что физические последствия, которые человек ощущает в виде абстиненции какой-то, у солей, они как-то очень слабо выражены. Там в первую очередь появляются психические расстройства. Относительно низкая стоимость и сравнительно простые способы приобретения солей привлекают в основном молодежь. Легкий путь к мнимой эйфории для многих заканчивается летальным исходом. Ведь есть вообще такое поверье, что наркотик в вену – это опасно, наркотик покурить – это не опасно. То есть это гигантское глупое заблуждение, которое, мне кажется, распространяется по сети интернет не пользователями, не лицами пострадавшими, а, мне кажется, распространителями. Это такой вот брендовый ход. Задержанный молодой человек, который должен был доставить из Москвы в Иваново 10 килограммов наркотика, сотрудничал с интернет-магазином запрещенных веществ. Силовикам сообщил, что за каждый километр пути ему обещали 5000 рублей, всего более миллиона. Теперь подозреваемому грозит серьезный срок. Максим Ивановский видеоблогер не раз получал предложение стать курьером. От легких денег отказывается, понимая специфику работы. Сейчас практически всем вообще пишут, спамят ВКонтакте, то, что у нас есть легкая работа, курьером, зарплата до 80 тысяч в неделю. Все, что нужно сделать, это типа раскидывать груз какой-то неопределенный. Потом, когда подробнее узнаешь об этом, оказывается, нам там предоставляют паспортные данные. Они там пробивают по базам, насколько я знаю, ну, как мне писали ВКонтакте. И потом ты получаешь груз и раскидываешь его, вот эти закладки. Одну из интернет-площадок, где торговали наркотиками, закрыли. По информации правоохранителей, на территории региона еще примерно 5 аналогичных. Незаконная торговля может надолго отправить в места не столь отдаленные. А употребление туда, откуда пути назад, уже нет. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.